здравствуйте дорогие друзья с вами снова я алексей комзиков и в данном видеосюжете я хочу поделиться своим личным опытом по поводу покупки поддержанного автомобиля для тех кто первый раз зашел канал и просто кликнул на ссылку данного видеоролика я хочу сказать о том что я такой же обычный автолюбитель как и вы если вы ищите мнение профессионала тогда ищите другие каналы там где более квалифицированные люди действительно вам могут посоветовать касательно каких-то конкретных нюансов на что нужно обратить внимание лично я просто как автолюбитель решил поделиться своим мнением со своими подписчиками а также с теми людьми которые в первый раз покупает свой автомобиль я думаю что это видео будет полезным по крайней мере я постараюсь быть перед вами честным и к максимально открытым и так мы начинаем самое первое на чтобы я хотел обратить внимание это то что постарайтесь никогда не брать автомобиль в кредит тем более поддержанный ведь поддержанный автомобиль скорее всего будет с какими-то косяками она эти косяки конечно вам потребуется деньги для того чтобы их устранить более того как только вы покупаете автомобиль у вас сразу появляются новые расходы такие как на бензин сразу вам нужно сделать страховку также вам нужно заменить расходники ну и плюс конечно же опять же повторюсь надо удалять какие-то косяки которые уже есть на этом автомобиле и исходя из всего этого то что вам еще придется платить кредит это означает что вы берете на себя просто непосильную нагрузку и чем больше кредит тем больше у вас проблем будет с этим автомобилем ведь если вы платите кредит вам придется либо мало ездить на автомобиле либо попросту экономить на его обслуживание поэтому постарайтесь поддержанный автомобиль изначально брать не в кредит второе на что бы я хотел обратить внимание это иметь хотя бы небольшой денежный запас для того чтобы иметь деньги на первые так сказать расходы для того чтобы хотя бы расходники и страховку оплачивать тоже вам было на что поэтому первое на что хочу обратить внимание это деньги постарайтесь накопить как можно больше денег чем больше денег у вас будет накоплено тем меньше проблем вы будете испытывать итак третье определитесь где ремонтировать если вы также как я живете в провинции то скорее всего у вас хорошие автосервисы на весь золото но хороший автосервис а это слова вполне относительные потому что если до этого скажем у вас были жигули и вы туда ездили без проблем ремонтировались а потом купили себе поддержанную иномарку скажем какой-нибудь mercedes некоторые автослесаря просто разводит руками и говорят мы отказываемся ремонтировать этот автомобиль особенно это касается электрики особенно это касается кпп именно автоматов а также других сложных каких-то агрегатов и узлов поэтому если вы изначально хотите взять какую-нибудь иномарку то тогда посмотрите где вы будете ее обслуживать поговорите с автослесарями что конкретно они ремонтировали и какие марки чаще всего к ним приезжать на ремонт мало того что вы узнаете подробности о том какие машины наиболее надежны но и также вы сможете понять о том сможете ли вы ремонтироваться без проблем или нет поэтому перед покупкой поддержанного автомобиля изначально выберите хороший автосервис и познакомьтесь поближе с автослесарями это тоже мой личный очень важный совет потом далее касательно топлива не важно что вы берете бензин или дизель почитайте как можно больше отзывов об автомобиле мало того что вы узнаете о подводных камнях покупки того или иного автомобиля также вы сможете понять насколько придирчив двигатель к тому или иному топливу потому что к примеру у меня был мерседес слк и он переваривал далеко не весь 95 бензин поэтому на каких-то заправках я заправлялся а на каких-то нет потому что стоит заправиться даже на одной азс и к сожалению вам придется иметь дело с проблемами в моторе а это очень даже не дешево что касается дизеля то здесь проблем еще больше поэтому изначально почитайте отзывы насколько придирчив двигатель к топливу и если двигатель очень капризный то желательно этот автомобиль не брать тем более в провинции потом далее слабые места автомобиля я уже начал про двигатель теперь просто поговорю про слабые места например у некоторых автомобилей слабые места это рулевая рейка у некоторых автомобилей слабые места это цепь грм коробка скажем, автомат, либо какие-то другие узлы и агрегаты. Поэтому как можно больше читайте отзывов, как можно больше общайтесь с владельцами данных автомобилей для того, чтобы избежать проблем в будущем. И когда вы при покупке будете осматривать этот автомобиль, уделите особое внимание тем местам, которые являются наиболее слабыми для этой модели. Теперь, что касается покупки автомобиля. Сразу хочу сказать о том, что постарайтесь проверить юридическую чистоту. Лично я всегда заезжал вместе с владельцем автомобиля в ГИБДД, для того, чтобы проверить на его юридическую чистоту, угон, ограничения и так далее. Запомните, практически любую поломку можно устранить. А что касается угнанного автомобиля, то у вас этот автомобиль отнимут, а деньги вам никто не вернет. Поэтому проверяйте юридическую чистоту. Что касается технической исправности автомобиля. Опять же, не пожалейте денег заехать в автосервис, для того, чтобы проверить электронные блоки, проверить сам двигатель, проверить коробку передач, особенно если это автомат, потому что я автомат ремонтировал, вышел достаточно дорого. И, конечно же, проверить подвеску. Потому что, если у вас подвеска разболтана, вы можете попасть в аварию, не доехав даже до дома. Если какие-то проблемы с двигателем, это тоже угрожает дорогостоящему ремонту. Конечно же, проблемы с коробкой, это тоже достаточно дорого и достаточно геморройно. Особенно, если под рукой нет хороших автосервисов. Поэтому все изначально проверьте. Более того, если вам действительно негде чинить автомобиль и вы живете, ну, по сути дела, в глухомане, постарайтесь не брать технически сложные автомобили. Потому что, если, допустим, вы не готовы ехать в другой город для того, чтобы починить АКПП, вы не готовы ехать в другой город для того, чтобы, допустим, заменить турбину или устранить неполадки в каких-то других деталях и агрегатах, то тогда не стоит покупать автомобиль, который очень технически сложен. Потому что, во-первых, технически сложные автомобили, они, конечно же, требуют большого расхода денег на их содержание, ремонт, обслуживание. Но и, помимо всего прочего, вы можете столкнуться, опять же, с проблемой ремонта данного автомобиля именно в своем городе. Поэтому тоже обратите внимание на то, насколько сложный этот автомобиль. Потом, далее, что касается расхода топлива. Расход топлива – это самая большая статья в бюджете, которую требуется закладывать для того, чтобы ездить на своем автомобиле, а также его обслуживать. Поэтому обратите внимание на двигатель, который вы покупаете. Если вы просто хотите кататься по городу, вы катаетесь один, ну, максимум вдвоем, то вам хватит ему улитражки. Если вы планируете ездить где-то трасса-город, тем более, иногда в вашу машину садятся по несколько человек, то лучше взять какой-нибудь средний двигатель 1.6, 1.8 или 2 литра. Вот. Если вы любитель погонять, то, опять же, постарайтесь брать двигатель помощнее, нежели потом стараться как-то его форсировать там, облегчать сам автомобиль и так далее. Но помните, что, во-первых, слишком много появилось вот этих вот камер-ловушек, вот этих вот ренок. А во-вторых, ну, знаете, вот у меня был Mercedes SLK. Честно говоря, вот это вот желание погонять проходит очень и очень быстро. Поэтому прежде чем покупать двигатель, ой, автомобиль с мощным двигателем, изначально задумайтесь, а нужно ли вам это или нет. Потом, что касается престижа и класса автомобиля, опять же, все упирается в деньги. Если у вас не хватает денег для того, чтобы обслуживать достаточно мощный и дорогой автомобиль, то тогда возьмите автомобиль попроще. Возможно, этой же марки. Например, если вы хотите взять тот же самый Mercedes E-класса, вот, но у вас нет денег для того, чтобы переплачивать за расход топлива. Ведь большинство двигателей Mercedes E-класса, они имеют достаточно большой объем и мощность. Если у вас нет денег, скажем, для того, чтобы ремонтировать, достойно ремонтировать этот автомобиль, то, может быть, взять тот же Mercedes, но классом поменьше. И еще один такой немаловажный момент, на который я тоже бы хотел обратить ваше внимание. Это цена данного автомобиля. Вы постарайтесь взять автомобиль по верхней границе стоимости. Сейчас я объясню, что это такое. Допустим, вы покупаете какой-нибудь 10-летний автомобиль в одной комплектации одной и той же марки, но при этом покупаете, допустим, за полмиллиона рублей по самой низкой границе стоимости. Вы решили все проверить, но помните, что чаще всего автомобиль по самой низкой цене продают либо с юридическими проблемами, либо продают из-за того, что есть какие-то косяки, которых трудно выявить при первом осмотре. Поэтому постарайтесь выбрать такой автомобиль, который даже не на среднем, а на высоком уровне. Если, допустим, цена автомобиля где-то миллион двести того же самого года, в той же самой комплектации, я просто рекомендую чисто по своему опту, рекомендую присмотреться именно к этому варианту. Конечно, это не отменяет юридических проверок, а также проверок на технические неисправности. Потому что, например, на рынке очень много мошенников, которые убитые автомобили слегка восстанавливают для того, чтобы продать их как можно дороже. Поэтому автомобиль нужно проверять в любом случае. Но автомобиль, который вы выберете поверх рынка, скорее всего, вам будет служить долгое время верой и правдой. Главное это не попасть в самом начале. Если в самом начале этот автомобиль действительно в хорошем состоянии, то в дальнейшем просто за ним нужно следить, ухаживать, не убивать его на дороге. И тогда этот автомобиль не будет вас разочаровывать. Приведу такой небольшой пример из своих собственных ошибок. Например, когда я купил кабриолет Крайслер, я купил этот автомобиль ниже рыночной стоимости. Мы приехали с другом, проверили этот автомобиль, все вроде бы нормально. Проверили юридическую чистоту, на это я обратил особое внимание. И вроде бы все хорошо, я думал, что я в выигрыше, я заплатил мало денег. Но при этом взял достаточно достойный автомобиль. Что же было после? После, потом у меня начались проблемы с подвеской. Она оказалась достаточно ушатанная. Это мы сразу не выявили. Потом начались проблемы с электронными блоками. Ну и в конце концов, сломалась коробка. Эти проблемы по мере поступления я устранял. Но тем не менее, я не рассчитывал, что столько количества денег потребуется потратить, для того, чтобы устранить большое количество косяков. Поэтому, какие ошибки я совершил? Первое, я взял на проверку не специалиста. Нужно было этот автомобиль загнать в автосервис и хорошенько продиагностировать. И второе, я взял автомобиль ниже средней рыночной стоимости. А чаще всего эти автомобили продают только тогда, когда нужно просто от них избавиться. Поэтому, если автомобиль стоит дороже, не кривите душой, присмотрите к этому варианту. Лучше переплатить деньги с самого начала, чем постоянно засиживаться в автомастерских. Это, пожалуй, основные советы, которые я хотел бы дать автолюбителям, тем более начинающим автолюбителям. Если вам есть что добавить к моему рассказу, обязательно напишите свое мнение в комментариях. Я постарался быть перед вами абсолютно открытым и честным. Не повторяйте моих ошибок. И, конечно же, удачных вам покупок и отличной эксплуатации. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. До новых встреч! Дорогие друзья, будьте счастливы!